В свои 805 она выглядит отлично. В выходные свой день рождения отметила Нерехта. Праздник собрал сотни горожан и туристов. Старинный город принимал поздравления от властей, художников, артистов и даже воздухоплавателей. О подарках к юбилею и мечтах о будущем в нашем сюжете. Мой любимый мой старинный город, и по-прежнему красивый мой. Подарки на юбилей Нерехта начинают принимать с самого утра. От жителей теплое пожелание. Благополучие, чтобы расцветало. Денег побольше в бюджет. Чистоты порядков. Добиться всех намеченных целей. Пускай встречаем еще не один праздник на этой площади. От художников, съехавшихся сюда со всей России и из-за границы, десятки картин с портретами именинницы. Нерехта является живой, готовой картинкой. Куда ты не посмотришь, кругом образ, 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 настроение. Это особая жемчужина на короне России. И она заслуживает статуса пленарной столицы России. В подтверждение этих слов в день рождения старинного города гостям презентуют два уже воплощенных проекта. Это практически с нуля реконструированная набережная и одна из визитных карточек города Базарная площадь. Новый вид «Старые места» приобрели благодаря инициативе жителей и национальному проекту формирования комфортной городской среды. Я хочу поблагодарить нерехчан за то, что они сегодня участвуют в программе «Местная инициатива» и так активно участвуют. У нас всегда бывает очень много проектов, наверное, больше всех. Я об этом уже всегда говорил. Это благодаря только нашим людям. За пять лет нам удалось попасть во все федеральные программы при помощи региона. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году в Нерехте будут отремонтированы 10 километров дорог. В рамках проекта «Демография» начнется строительство первого бассейна. Прямо на празднике горожане узнают, что сделан еще один шаг к исполнению заветной мечты нерехчан. Нерехта по праву является музеем под открытым небом. Мы сегодня можем абсолютно искренне говорить о том, что это второй год, город после Костромы по туристическому потенциалу. Это город, который собрал в себе великие памятники архитектуры, которые ежегодно привлекают большое количество половников. Информирую о том, что по моей инициативе в Министерство культуры уже направлено официальное предложение включить Нерехту в единый туристический маршрут «Золотое кольцо России». Ну и, конечно, на таком празднике не могли обойтись без главного местного мечтателя Подьячьева Ефима Крикутнова. Нерехчанин, по данным местных историков, изобрел воздушный шар раньше знаменитых братьев Монгольфье. Здесь в память о земляке создан музей мечты и уже четвертый год подряд в день рождения Нерехты проходит фестиваль воздухоплавания. В этом году уже был конкурс аэростатов, где дети принимали участие даже в садиках, делали поделки. Это так было здорово. Значит, есть будущее у города. Значит, какие-то новые воздухоплаватели, которые только подрастают, придут в авиацию и будут расти. И будет здорово, что у нас будет больше. Главное – мечтать. Мария Головкина, Юрий Каратеев, Вести, Кострома.